Дорогие друзья, мне приходит очень много сообщений с просьбой о помощи. В комментариях под моим видео о спасении животных от чумки я там рассказала, как я спасала животных антибиотиком тетрациклин. Разные, конечно, сообщения приходят. Есть такие люди, которые угрожают мне. Это те люди, которые собирают деньги в интернете на что-то там. И, конечно, они не хотят, чтобы такое видео было, что я вот рассказала, как я точно лечу. Некоторые пишут, вот знаете, даже я увидела на ютюбе один человек, который позиционирует себя как врач на ютюбе. Но я думаю, что это никакой не врач. Легко можно напялить халат, сесть там что-то на фоне поставить и снимать, как будто бы это врач. И он сказал, что антибиотики не лечат вирусы. Как может человек, который себя позиционирует врачом, такое говорить? Антибиотики лечат многие вирусы. То есть они их убивают. Есть такая информация, вы даже можете задать это в интернете, на надежных сайтах посмотреть. У меня дома, кстати, есть энциклопедии медицинские. Это, конечно, медицинская литература. Это именно литература. И там написано, что антибиотик лечит даже страшную чуму. Именно этим и лечат чуму. Поэтому она остановилась в наше время. Ну и, конечно, карантином. Даже в помятке, в инструкции по применению тетрациклина и других тоже антибиотиков, там написано, какие вирусы они убивают. И это написано в медицинских справочниках. Так что ребята, которые спорят со мной, они, конечно же, не правы. Тем более, что тетрациклин мне дала для лечения именно ветеринар. И потом, после этого, я сразу спасла свою собачку. После этого я спасала очень много животных. В том числе животных, которые в сельском хозяйстве, так называемые. Это куры, свинки, коровки. Всех их антибиотиками можно спасать. Люди мне пишут, в таком ужасном состоянии люди находятся, спать не могут. Бывает, вот ночью даже я переписывалась. Они не могут успокоиться, спрашивают. И самое удачное лечение, конечно, когда тетрациклин помогал, особенно вместе с амоксицелином. Это второй антибиотик, который лечит также у людей. Менингит, пневмококки, воспаление легких от пневмокока. В сочетании нужно давать, когда у собачки именно легочная идет форма такая. А то лучше в сочетании давать. И писали, что вот лечили. Они мне писали такие комментарии. Но я лечила именно вот эту форму чунки. Она самая быстротечная, легочная. Она, если не лечить тетрациклином, то проходит быстрее всего. То есть она не проходит. Конец от нее приходит, если не дать тетрациклин. Вот эта легочная форма. Всего три дня, не больше. Именно эта эпидемия была там в местности, в Казахстане, где мы жили. И потом мы рассказали, как мы вылечили. И стали другим это говорить. И они стали лечить. И все остановилось. А иначе было так, что собаки вымирали. И вообще собак не было. Потом спустя время ехали где-нибудь, собак брали. Спрашивают много про нервную чунку. Потому что нервная чунка, она вяло текущая. Это когда медленно начинается. Люди некоторые думают, вот она там третий день или неделю идет. Нет, она до этого начинается. Просто до этого она незаметна. А потом, когда уже замечают, когда животное начинает падать, западать, у него трясется, вот этот паралич начинается, то это уже поздно. Почему бывает поздно спасти? Не всегда, да. Иногда все это восстанавливается. Потому что при нервной форме чунки, это когда вот эта палочка чумная проникает в спинной мозг или в сам головной мозг. Если нервные клетки нарушены, но осталось много в запасе нервных клеток, так уж в любом организме устроено, что нервные клетки все равно обновляются. И потом другие вызываются к жизни, а те отмирают. Но если нервная система пострадала совсем сильно, это же в мозге все, все в мозге ответствует за любое движение. Мозг это компьютер. И в нем все сигналы в виде этих нервных клеток. Все это, если с мозгом что-то, то тогда знак дается всем органам, всем ручкам, ножкам, что вот так вот. Поэтому если при этой форме чунки вот этот возбудитель чумы попадает в мозг или в спиной мозг, в головной или в спиной мозг, то тогда это может и грозить параличом или тут вот статистика всякая. Вот здесь вот можете вы почитать, да, вот эту вот статью. Здесь про это написано. Вот кто-то, если не успевает прочитать, вы можете остановить ролик и читать страничку, да. Вот здесь подробно об этом написано вообще о чуме. И, кстати, здесь тоже написано про то, что лечит антибиотик, да, уничтожает. Вот в подтверждение моих слов. Подробнее люди у меня спрашивают. Вот я, бывает, так много пишу, но вот этот вот ролик делаю для людей, чтобы могли сами почитать. Все-все подробно. Что я могу сказать? Когда и нервная форма чунки, ребята, я думаю, что нужно давать несколько антибиотиков. Несколько. Тетрациклин, амоксицелин, стрептомицин. Лучше, конечно же, если у вас есть возможность поставить капельницу с иммуноглобинами, с витаминами, да, плазма. Все, что можно, если есть такая возможность, все это используйте. Возможно, что это поможет. Потому что люди все-таки хотят спасать своих животных и правильно делают. Конечно, ветеринар тоже вывод сделает, как... Хотя не все ветеринары правильно могут и диагностировать, и прогнозы делать. Это тоже... Вот. Так что посмотрите в этой статье, как тоже можете погуглить, можете в библиотеке взять книги на эту тему. Только, конечно, не перепутайте чунку с другими болезнями. Потому что у собак, у кошек, у них очень много других болезней. Много разных. Люди почему-то принимают все-все болезни за чунку. Хорошо, если у вас есть возможность сделать тест, и там именно покажут, что это точно чунка. Потому что люди писали там, по описаниям это интерит, отравление. Отравление, потому что гады всякие травят животных на улицах. Лучше вообще сейчас гулять с животными, чтобы они были в наморднике. Охранять их от всякого. Но люди все принимают за чуму. У чумы есть конкретные вот такие симптомы. Самое лучшее это сделать тест. Запомните, что есть кишечная форма чумки. Тоже описание здесь есть. Но когда понос такой вот начинается, кровавый понос, это тоже страшно опасные заболевания. Энтериты. Есть энтериты, когда не такой опасный вирус или бактерия какая-то. Когда дизентерия. Да, дизентерия тоже тетрациклином лечится. А как лептаспироз, например. Вот я не знаю точно, лечится ли он каким-либо из антибиотиков или чем-то. Потому что когда с моей собачкой это случилось, у нас антибиотиков дома не было. В Германии здесь антибиотики не дают. Здесь только по рецепту врача. А тут вот ветеринар, он же вообще ничего не хотел, не выписывал. Ничего. Мы два дня потеряли, что он нас вел в заблуждение. По поводу паразитов, глистов. Ну, в общем, я это рассказывала в другом ролике. Поэтому важно, конечно же, не ошибиться. И скажу я вам, если энтериты, лептаспироз, вот такой вот понос кровавый, то собачку нужно держать 10 дней на капельнице. 10 дней. Я видела описание в интернете, на ютюбе есть, задайте, пожалуйста. У меня даже, я где-то ссылку поставила под одном из своих видео про лечение чумки. Ссылку поставила на вот это видео девушке, где она рассказывает, мы спасли свою собаку от энтерита. Или как-то так она написала. Там, по-моему, таксочка у нее. Они 9 дней ставили капельницу и спасли. Вот, ну, мне кажется, именно спасение от энтеритов в этом. Что нужно давать капельницу без конца. И можно сказать, что круглосуточно. Иначе прервать ее и все. Круглосуточно вот давать 10 дней. Конечно, в зависимости от веса собачки. Вот, только так спасать от энтерита. Возможно, если кто-то знает, если у кого-то были в такой ужасный момент антибиотики, может быть, тоже помогало. От дизентерии точно. Вот людям от дизентерии, которая обычно такая эпидемия самая распространенная, точно помогает. Тетрациклин. Но, конечно, там разные возбудители бывают. В любом случае, как и кто-то тоже пишет, там, что вредно антибиотике. Ну, конечно, антибиотики. Их можно давать только в самом крайнем случае. И людям тоже это важно знать. Нельзя просто так побежали. Там такой там вирус легкий какой-нибудь, с которым организм сам может бороться. И нужно, нужно, чтобы сам боролся. Это должно так быть. Антибиотик просто так нельзя глотать. Тем более, что он вызывает побочный эффект. Погибает вся полезная микрофлора. Лактобактерии, бифидобактерии, которые живут у человека также. Но они делают пользу. Это точно так же, как на земле живут мерзкие существа и хорошие существа, которые несут полезное что-то земле и всем. А вот плохие существа, биороботы, они несут вред земле. Так же точно и вирусы, бактерии. Вот есть добрые бактерии. Лактобактерии, бифиды. Их тоже немало видов. Сравнительно со злыми, конечно, мало. Но они должны жить. Они помогают человеку жить. Без них никак. Без них будет полное расстройство, нарушение. Поэтому это, конечно, тоже большой побочный эффект антибиотиков. К тому же антибиотики, если их долго принимать, из-за этого делается резистентность. Бактерии и вирусы привыкают. И они делаются резистентными, такими мутантами. И их уже никак не пробьешь. Это вот когда биологическое оружие делают. И вот там делают известные уже бактерии и вирусы. Их натаскивают на все антибиотики, которые созданы уже. Делают из них мутантов, которые любой антибиотик вынесут. Так что антибиотик применяют только в крайнем случае. И после этого необходимо пропить лактобактерии, бифидобактерии, которые вы можете купить в аптеке. Можно кефир пить, живые йогурты. Только живые йогурты, которые законсервируют. Там ничего нет. Но, конечно, лучше заказать на надежном сайте в аптеке бифидолактобактерии. Или купить в аптеке. Они в России, по-моему, не такие дорогие. У нас они так где-то 20 евро стоят пачка. То же самое я рекомендую делать собачкам. Обязательно после антибиотиков нужно вот эти бактерии подмешать собачке в еду или в питье. Даже кефир подмешать. В общем, ребята, читайте. Вот эту статью я советую вам прочитать. Здесь все подробно про чумку собак.